«Ангел приближающейся весны». Где же та тонкая грань между перфекционизмом и пофигизмом? Посмотрите только, какие оттенки. Но это невыносимо прекрасно. Профили из дизайна «Нонтакет Роуз» и «Ангела любви» практически идентичны. Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале Таша Майская. Сегодня я поделюсь с вами своими продвижениями в работе от Lavender and Lace «Фея снов». Расскажу вам про красоту отшива, новые приключения с нитками. Пороть нельзя помиловать. Поставьте запятую в правильном месте. Покажу вам свою небольшую коллекцию наборов от Lavender and Lace. И в завершении видео две готовых работы из итогов 2021 года. Ведь без них сегодняшняя картина мира была бы неполной. Располагайтесь поудобнее. Уверена, вы приятно проведёте время. В прошлом видео я показывала вам распаковку и начало отшива. Покажу сначала превью работы. Это «Фея снов» от Lavender and Lace. Дизайнер Мерлин Лявит Эмблю. Очень-очень симпатичная феечка с крыльями бабочки. Правда, есть ощущение, что она к нам сейчас запорхнёт. Удовольствие от сочетания цвета ниток и основы я получаю просто колоссальное. Перед тем, как показать, что у меня получилось на основе, продемонстрирую вам свой органайзер. Таким небольшим количеством цветов на сегодняшний день я успела повышевать. Но они очень-очень красивые. Уберу его, чтобы он нам не мешал. И покажу отшив. Вот какая красота у меня сейчас на нежно-зелёном цвете основы. Сумасшедшие красивые черничные оттенки, голубые, зелёные. Это тёмная зелень листвы леса за спиной у феи. Смотрятся, на мой взгляд, эти цвета просто изумительно. Каждый крестик ложится почти без претензий. А крупные пятна отшива делают работу лёгкой и непринуждённой. Мне очень понравилось шить такими крупными формами по схеме, как раскрывающиеся лепестки у бутона цветка. Появлялись на основе ленты, полуовалы. Это было очень любопытно. Даже не сильно меня беспокоили повторяющиеся элементы шахматных цветочков, обрамляющих пустое пространство, сердцевина которого будет заполнена крестиком-крейником. Отшив льётся легко, как песня, и очень приятно. Всего лишь два момента смутили меня на этом пути. Первым я уже делилась с вами в прошлом видео. Я имею в виду слившиеся в один-два нежно-голубых оттенка на ленте. И в продолжении истории с цветом, ещё более сильно и неприятно заметно, слились два бордовых оттенка в складках юбки. Когда я дошила последний крестик в непонравившуюся мне участке, я окончательно поняла, что результат мне не нравится. Как вы, наверное, уже заметили, я очень щепетильно отношусь к цвету, и приключения с ним меня уже просто преследуют. Я не жалуюсь, не унываю, просто рассказываю вам свои мысли и переживания. Конечно, все нюансы решаемы, и нет безвыходных ситуаций. Ну, в конце концов, сколько же можно, подумала я. Помню, что раньше меня подобные моменты могли очень сильно расстроить, но сейчас я встречаю их, на мой взгляд, довольно спокойно, качаю головой и пытаюсь найти выход. Ничего не могу с собой поделать, когда смотрю на работу, она мне не нравится, а ставить как есть у меня уже не получается. Сейчас покажу поближе вам мою печаль и боль последних нескольких дней. В отшиве складок юбки, вот в этом месте, участвуют три цвета. Внизу у складки темно-бордовый, ну, далее назовем его для простоты средне-бордовый и светло-бордовый. Два верхних цвета, светлый и средний по тону, слились в один, и это именно то место, которое мне очень сильно не понравилось, и о котором мы сегодня поговорим. Сейчас при искусственном свете градация цвета более четко заметна, но, поверьте мне на слово, при обычном освещении эти два цвета практически идентичны друг другу. Посмотрев внимательнее на превью, мы можем увидеть подтверждение моих мыслей о том, что разница по тону в этих двух оттенках должна была получиться при отшиве более существенно. Сверив оттенки с картой DMC, я в этом убедилась окончательно. Светло-бордовый цвет, сейчас еще раз покажу, на основе светло-бордовый цвет должен был получиться существенно светлее. Ту же операцию я провернула с голубыми оттенками, о которых говорила чуть раньше, вот про эти два цвета. И история повторилась, более светлая нитка из двух голубых оказалась в наборе недостаточно светлой. Решение было простое, купить два новых моточка DMC, распороть, отшить заново не понравившиеся мне участки, что я и сделала. Сейчас в работе я специально для вас составила фрагменты с цветом из набора и новым мотком DMC. Сейчас посмотрим на эти места повнимательнее. Сначала на голубой ленте. Слева мы видим слившееся пятно из двух оттенков и резкий переход к белой сердцевине ленты. А вот справа вышитый заново участок цвета с видимым переходом между голубыми оттенками и более плавным переходом к белому. Посмотрим еще раз. Здесь вышито цветом из набора вот это место и абсолютно идентичное место справа вышито новой ниткой. На мой взгляд получилось существенно лучше. Ушел вот этот грубый переход к белому. Перестали сливаться два голубых цвета и выглядеть лента стала более гладкой, плавной и не такой топорной. Теперь покажу вам историю с бордовыми оттенками. В этом месте я оставила старый оттенок из набора. А вот чуть выше показываю сейчас распорола и вышла новым цветом DMC. Теперь цвета не сливаются и видна градация цвета. На мой взгляд стало существенно лучше. И даже через камеру я вижу, что разница более ярко выражена. Покажу вам еще раз превью. вот это место, о котором мы говорим. И как у меня это сейчас выглядит на основе. Конечно, на превью цвета более пожухлые, на основе более яркие и сочные. Но я сейчас говорю только о том, что по тону цвета все-таки должны отличаться более существенно. Попробуем показать вам сейчас разницу в цветах вживую. Слева ниточка из набора голубого цвета и справа новый моточек DMC. полюбопытствуйте насколько отличаются цвета. На мой взгляд нитка из набора более ярко голубого цвета, а оригинальный цвет DMC в моточке более белый и даже наверное немножко уходит в сиреневый тон. И бордовая нитка у нее такая же история. Вот моточек новый и как смотрится с ним рядом нить из набора она существенно темнее. Конечно, сравнивать превью отшив неблагодарное дело. Превью очень часто нас обманывает, вводит заблуждение, но как я сказала выше в данном случае меня беспокоило именно то, что цвета сливаются, а результат получается некрасиво. Оставшиеся на основе кусочки предыдущего цвета я распарю, вышью их заново и мы в следующий раз я думаю посмотрим на это и я уверена, что работа будет выглядеть более интересно. Мне кажется, что Мэрилин задумала именно такой переход цвета, какой я получила сегодня. Ну и самое главное, я смотрю теперь на работу без содрогания, результат мне нравится, я делилась этой историей в Инстаграме, мне было очень приятно получить поддержку, сочувствие, советы, это было очень лично и безумно трогательно для меня. В моём Инстаграме я делюсь своими вышивальными новостями, приглашаю вас в гости. Можно было бы сказать, что это перфекционизм, но я для себя решила, что если не нравится результат и я могу что-то изменить, то оставлять без внимания такое место не стоит. Как думаете вы? Как бы вы поступили на моём месте, а может быть вы сталкивались с подобными проблемами? Мне было бы очень интересно пообщаться на эту тему в комментариях, где же та тонкая грань между перфекционизмом и пофигизмом. Я читала про отношение к цвету самой Мерлин и как она негодовала на существующую палитру цветов, обивала пороги, предлагала производителям выпустить новые непыльно-грязные оттенки и как всё закончилось тем, что ей пришлось создать новую свою собственную линейку цветов под названием Needle Points, который ни один цвет не повторял уже существующие на рынке оттенки. В 2001 году дизайнер писала про цвет следующее, я вам сейчас зачитаю, подбор цветов изнурительный ритуал, который занимает так много времени, есть только определённое время суток, когда цвета правильные, оттенки меняются в зависимости от того, как на них падает свет, а затем, когда они выполняются разными стежками, они выглядят уже совершенно другого цвета. Самые известные лавандовые цвета Needle Points используются в знаменитом дизайне Ангела Утро, это LL53, но на сегодняшний день эти нитки, к сожалению, уже не выпускаются, стали жутким раритетом, и если их и можно найти, то по очень высокой цене. Некоторые из оттенков Needle Points на сегодняшний день можно заменить нитками из палитры Rainbow Gallery, над созданием которой приняла участие Marilyn Leavitt Blue. Я немного отвлеклась, а через секунду продолжим моей небольшой коллекцией наборов от этого тонко чувствующего дизайнера. На мой взгляд, сюжеты Marilyn очень изысканы, не перенасыщены различными украшательствами, лица, как, например, в данном сюжете, проработаны очень изящно, в данном случае это даже петит, малыми средствами, в основном это нити DMC, небольшим количеством бисера и крейника достигается очень красивый результат. Первый дизайн, который у меня есть, это схема, называется она All Christmas Tree, дизайн 93-го года. Сюжет очень простой, очаровательные дети, одетые в красные наряды, украшают рождественскую ёлку, гирлянда из клюквы и попкорна. Гирлянда представляет собой нить красного и белого бисера, прикрепленного к дереву в нескольких местах. Пытаюсь найти ракурс, чтобы вам не отсвечивало. Схема находится на одном листе с двух сторон. На одной стороне изображение как на превью с ёлкой, украшенной новогодними шарами, а на оборотной стороне схема с полностью зелёным деревом, с горящими свечами, как будто бы в ожидании, когда вы его нарядите. Ёлку сверху увенчивает звезда и соединяет композицию рама, вышитая металлизированной нитью. Работа, думаю, будет непростой из-за обилия украшений небольшого размера, что означает достаточно частую смену нити. У меня приобретена основа по ключу. Это Вичелд 32 каунта цвет Natural. Меня в нём привлекает очень приятный оттенок и плотность основы. Сейчас показываю, насколько это возможно поближе. Может быть, вы сможете почувствовать, она даже заламывается. Очень плотная. Также три цвета бисера. Белый матовый будет изображать попкорн. по-моему, очень оригинально. Красный матовый будет клюквой. и прозрачно-золотистый такой очень классический цвет Milhilla. Нить 284 Z по ключу. Не очень мне понравилось ею вышивать и наверное я заменю её на ниточку Rainbow Gallery PB01 очень красивый цвет и более мягкая ниточка вышивать ей существенно приятнее чем 284 DMC я ещё не покупала. Работа ждёт своего часа. Я стараюсь одновременно не вышивать работы от одного и того же дизайнера, чтобы моя вышивальная жизнь была более разнообразной. Следующий набор называется Angel of Freedom Angel Свободы LL10 покупала я этот набор уже очень давно и помню, что планировала вышивать на родной конве, которая здесь лежит очень красивого цвета. теперь прошло время, вкусы поменялись и скорее всего я заменю основу на лен 32 каунта Пермин. Очень мне он нравится. На превью изображён ангел с крыльями в синем развивающемся плаще с зелёным подкладом и бордовыми лентами мы видим нежно-сливочного цвета платье с оборками из кружева отороченного зелёным кантом с красными цветами. Такой же узор впущен на воротник, а в руках ангел держит венок с колокольчиками. У подола платья ангела мне виделось облачко и лишь начав разглядывать сюжет более подробно оказалось, что это маленькие домики. Посмотрите, какое очарование. В комплекте есть нити DMC, металлизированная нить, полагаю, 284 Z. схему я смотрела, она не очень удобная, не буду, наверное, её сейчас доставать. На лицевой и оборотной стороне листа напечатаны верхняя и нижняя половина ангела. Придётся это всё состыковывать. есть у этого дизайна парный сюжет, называется ангел света LL7. На нём изображён практически точно такой же ангел, но в зеркальном отражении. Отличается он зелёным цветом плаща, светлыми волосами, а в руках он держит свечу. Есть у меня и ангелы четырёх сезонов. Первый это ангел приближающейся весны LL23. Эта работа находится у меня в планах на этот год. Очень нежный ангел с музыкальным инструментом. Мэрилин пишет про этот инструмент следующее. Сейчас вам зачитаю. Недавно меня спросили, что за инструмент в ангеле весны. Я ответила, что это волшебная ангельская художественная вольность, что-то полностью выдуманное. Представьте моё изумление, когда мне прислали ответ, что на самом деле это старинный инструмент, почти такой же, как я себе и представляла, и называется он ребек. Разглядываем нашего ангела поближе. розовые розы собираются в складки, украшают верх платья, располагаются в прическе у неё на голове. Смотрите, как красиво. Сверкающие золотые звёзды оттеняют светлое платье. розовая широкая лента развивается вокруг нашего ангела, а три синие птички, посмотрите, какая прелесть, поддерживают подол платья и дополняют образ весны. Очень нежный сюжет, действительно хочется его вышивать весной. в наборе нежно-голубого цвета основа 32 каунта. По ключу в схеме указан Вичелд 32 каунта цвет Twilight Blue и эта основа упоминается в ключе всех четырёх сезонов, но в данном случае ткань не по ключу. Очень красивых, нежных, розовых голубых и белых цветов нитки. И не менее красивый бисер, он не пережил транспортировку, просыпался и теперь ждёт меня в отдельной коробочке. Посмотрите только какие оттенки. Но это невыносимо прекрасно. Второй не менее красивый ангел лета LL26 выполнен в розовых и золотых тонах с гирляндами расшитых бисером цветов. Посмотрите какое роскошство. Ангела ведёт за собой белый голубь мира. В наборе уже лежит ткань по ключу очень красивого оттенка. Это Wichelt Twilight Blue нити DMC много розовых золотистых изумрудных цветов. Две катушки металлизированные нити 284 Z и пять видов бисера. предвкушаю. Как получится красиво, мы обязательно когда-нибудь вместе на это полюбуемся. Третий ангел из серии времён года это ангел осени LL30. Одет ангел насыщенный оранжево- изумрудный зелёный октябрьский цвета. На шее мы видим золотые бусы. В руках ангел несёт букет из осенних листьев и жёлтых роз. В волосах тоже жёлтые розы. Для осенних листьев в наборе лежат ниточки кэрон. Они здесь внизу в этих двух пучках. Основа по ключу. Действительно очень красивые осенние тона у нити DMC и немного золотого бисера. Где-то там внутри по-моему ещё есть 0557 классический золотой. Мне кажется, что осенний ангел очень-очень атмосферный и осенью вышивать его было бы очень приятно. Четвёртый завершающий ангел сезонов это ангел зимы. Одета она в прохладные белые, голубые и лавандовые тона. Руки спрятаны в меховую муфту, которую нужно будет вышивать пушистой нитью виспер. В наборе просто огромное количество белых нитей. Полюбопытствуйте. И совсем немножко нитей других цветов. Есть также серебряный крейник и где-то я слышу бисер. Вот я его вытряхнула специально для вас. Основа в наборе не по ключу. Это я полагаю тоже цвайгард 32 каунта. Но очень красивого нежного голубовато-сиреневого оттенка, что мне кажется придаст нежности и воздушности снежному ангелу зимы. Все четыре ангела красивые и интересны по-своему. И сложно выделить какого-то одного. Может быть наименее всего. Мне нравится ангел зимы из-за обилия белого цвета в отшиве. Но я думаю, что возможность вышить всех четырех и менять их в зависимости от времени года за окном представляется мне очень милым развлечением. Хотя их можно расположить и попарно, как я сейчас устроила их на своем столе. Посмотрите, как они смотрят друг на друга. ангел осени смотрит на зиму, а ангел весны готов встретиться с ангелом лета. Я мечтаю, когда все четыре ангела окажутся в моем доме. Очень надеюсь, что это случится очень и очень скоро. А теперь я хочу показать вам вышитые мной работы от Lavender and Lace. И первая называется Nantucket Rose LL20. Вышивалась работа по набору 92-го года. Она очень, я бы даже сказала, предельно простая по материалам, но очаровательная своим сюжетом. Возле моря стоит небольшой серо-зеленый домик невдалеке под раскидистым деревом отдыхает девушка в розовом саду и нюхает, наверное, один из цветков. Выполнена работа в серо-зеленых и розовых тонах. Ее платье и шаль драпируются по краю очень интересным рисунком. Когда я вышивала этот сюжет, то работу ассоциировала с собой. Я и правда совсем немножко на нее похожа. В дизайне использовалось 45 цветов DMC. Основа по ключу должна была быть Вичелд 32 каунта да в грей. Но, как я теперь понимаю, в набор была вложена ткань Цвайгард 32 каунта. Техника вышивания очень простая. Это крест и капля бэксича в окошках домика. Вышит небольшой заборчик и бэком подчеркнуты черты лица. Вышивать работу было очень просто, но не скучно. Особенно мне понравился рисующий край юбки и шали в нижней части работы. Как будто бы визуально приближающие главную героиню сюжета к зрителю. Кажется, что она находится совсем рядом на расстоянии вытянутой руки. Покажу вам отшив чуть-чуть поближе. Крона деревьев. девушка моря домик уходящая к морю тропинка. Справа в руках у нее корзина с цветами. Мы видим розовый куст и совершенно потрясающие складки на юбке, нежнейшая шаль и очень-очень красивый низ, выходящий как будто из сюжета нам навстречу. очень хочется мне эту работу оформить, но к сожалению пока не могу этого сделать, так как нахожусь в стадии ожидания переезда. Вторая работа это конечно очень известный знаменитый незабываемый ангел любви LL25. Это работа уже классика от Lavender and Lace. Невозможно на мой взгляд остаться к этому ангелу равнодушным, так она притягивает к себе взгляды, сверкает, переливается всеми своими бисеринками и золотыми нитями. Дизайн 1993 года. Основа по ключу должна быть Вичхолд. Вышивала же я на льне Пермин цвет Амбер 28 каунта. Вышивалась работа очень интересна, каждый из этапов не давал скучать и казалось, что под пальцами и иголкой происходит просто волшебство. из особенностей именно моего отшива лицо и руки вышиты петитом, крылья не зашиты полностью в этих местах и золотая нить 284 была заменена на крейник 002 G. Ну и шар в руках у ангела был вышед по замечательному способу, придуманному неизвестной мне вышивальщицей, но он просто невероятный шахматкой. Давайте посмотрим на работу поближе. я с большим трудом уместила ее в кадр целиком, но полюбуемся на эту красоту близко, насколько это возможно. Показываю сейчас лицо, шар в руках ее платье и бесконечное количество бисеринок и золотых ниточек в юбке. Полное роскошество. Смотреть можно на эту красоту бесконечно. Действительно живую все сверкает и переливается. Ну и конечно тактильные ощущения от отшива. Хочется трогать крестики и бисеринки бесконечно. надеюсь, вы полюбовались на эту красавицу еще раз вместе со мной. Когда я отсматривала фотографии для видео об итогах года, я случайно заметила, что профили из дизайна Нонтакет Роуз и Ангела Любви практически идентичны. Сейчас я покажу вам этот момент поближе. Посмотрите. Разница, на мой взгляд, лишь в прическе. Видите? По-моему, это одно лицо. Нонтакет Роуз была выпущена в 92-м году, Ангел Любви в 93-м. Так мы можем подсмотреть преемственность дизайнов Мерлин Леавит Эмблум. По-моему, это очень интересно. Из сюжетов, которые неизменно привлекают мое внимание от этого дизайнера, это леди нити LL3. Сейчас покажу вам на экране превью. Розы, ягоды и бабочка обрамляют вышивальщицу, рисующую нитками. По-моему, просто чудесный сюжет. Из новогодних мне очень нравится Санта из леса LL21 в окружении бурого медведя, совы, волка, зайца, белого голубя. Он ассоциируется у меня с нашим Дедушкой Морозом. Очень красив ангел Рождества LL39. его можно вышить смотрящим направо или налево, а также в синих тонах, если не хочется Духа Рождества в красно-зеленой гамме. И даже заменить цвет кожи у ангела. Все эти варианты предусмотрены дизайнером в схеме. Из ангелов меня еще привлекает голубой лунный ангел LL36. он изображен на фоне Луны с красивыми драпировками, лентами, с подвеской месяцем в руках. Очень много еще у Мерлин разнообразных дизайнов и я уверена, что каждый сможет выбрать сюжет по своему вкусу. Ангелы, девушки, невесты, санты, детки и даже есть мужчина. Ангел добрый, ангел силы и защитник детей, выпущенный в 2010 году. Мне хотелось сегодня объять необъятное, хотя бы немножко погрузиться в мир Lavender and Lace и прикоснуться к сюжетам потрясающего дизайнера Мэрилин Левит и Блу. Надеюсь, что вам было интересно. Напишите, какой дизайн вам нравится больше всего. Поделитесь со мной своими впечатлениями. Подписывайтесь, если вы впервые на моем канале. И мы очень скоро увидимся снова. А вам, друзья, я желаю всего самого доброго. доброго. Редактор субтитров Редактор субтитров Корректор А.